ух наконец-то я это сделал и у меня это получилось в общем всем привет сегодня будет такое видео про очки в общем обычные очки для зрения и защитные очки давно я хотел соединить в первую очередь это интересно будет для страйкболистов вернее полезно будет для страйкболистов у которых проблемы со зрением возрастные как у меня я вижу далеко хорошо начиная от двух метров до где-то сантиметров так 70 мне нужно плюс один очки сантиметров 40 если книгу читать мне надо уже плюс 2 очки а если вот так близко смотреть то плюс 3 очки вот у меня так вот у каждого по-разному но в принципе как у людей поспрашивал многих среднем так такая же история так ну а пока расскажу про свои вот эти многофокальные очки которых я уже снимал видео давненько это было тогда у меня было видео я только купил отдел его первое впечатление мне было про них я ходил про них рассказывал сейчас я уже давно довольно таки много и по ними ими попользовался и как бы уже опыт имеется такой могу рассказать плюсы их и минусы их вот так вот они выглядят эти очки в обычной принципе очки пластиковые где-то рублей шеф-фот стоит значит какой у них принцип действия у этих очков вот линза и вот здесь имеется кругляшок с нулевой диоприей вот этот вот и через него мы смотрим вдаль нормально а если опустить глаза вниз то от этой точки к низу идет диоприя у меня плюс 2 здесь в конце у меня плюс 2 можно загазать плюс 3 плюс 2 с половиной и вот она градиентом так плавненько идет и вот если смотреть вдаль то как бы просто стоишь смотришь и нормально если чем-то посмотреть глаза сами собой не опускаются я смотрю уже через диоприю плюс 2 если чуть подальше то может поднять им головы выбрать фокус чтобы в фокусе это расстояние то есть все фокусное расстояние до двух метров принципе это мне хватает в этих очках я поездил очень полезно так сказать помогают они мне вот в палатке когда там возился там всякие надо что-то подальше посмотреть что-то взять что-то посмотреть вот это выручали они меня очень сильно это в отличие если без очков вообще или в плюс 2 чисто которых потому что чуть дальше вот два метра я уже не увижу увижу но будет и в резкости когда не в резкости когда глаза напрягаются голова начинает прям чувствительно начинает голова болеть а эти очки очень сильно мне выручали и под по дому что-нибудь там кофе то же самое варишь что-нибудь возишься кофе насыпаешь воду наливаешь там где-то телефон стоит что-нибудь ютюбчик показывает и вот туда посмотрел поближе посмотрел тоже они самые помогают эти очки вот так же повторюсь в отличие вот если без очков и плюс 2 чисто единственное что мне не особо нравится то что вот это та точка нулевая а вот это остальное все какую-то имеют диоприю а какую я так и не понял сколько раз не смотрел сколько раз не приближал я так и не мог сфокусироваться вот этой частью поэтому вот только вот этой точкой смотреть вдаль сейчас я в реальности покажу как это дело выглядит так ну тут темновато наверно будет в ванне так ну вот пример две березы вот машина стоит сколько тут пять фольксвагенов наверно будет да если взять поставить да это березы если вот я сфокусируюсь так не забываем что здесь просто кругляшок не полностью вверх нулевой а именно кругляшок вот и сейчас смотрю на березу на левую часть березы на левый ствол короче и если не поворачивая голову чисто повернуть глаза то вот этот час березы правая она чуть-чуть уже не в резкости хотя там буквально какое-то два метра расстояние и чтобы было рейд в резкости надо чуть-чуть дреметь голову а не глаза вот так это все работает но если взять примеру сравнить вот я смотрю на ту же самую левую часть березы и боковым зрения и живут эту березу право но она мне вообще никак бы не в резкости прям сильно не в резкости на нее посмотришь в резкости то есть в этих очках нормально все равно боковое зрение лучше работает чем а кстати может быть это и сделано для этого вот это да вот может быть она для этого сделана потому что если мы смотрим так нулевая то по краям вообще плохо все видно не поворачивая глаз боковым зрением чисто а вот так как бы получше да вот скорее всего это для этого сделано ну вот показывал вам из дошло до самого до себя зачем вот эти сделаны штуки получается да боковым зрением когда это смотришь из очков то по краям плохо видно в этих очках более-менее что-то лучше видно ну да чего голову все равно надо будет так значит черт самому главному переходим соединение очков защитных с этими самыми для зрения а суть проблема в том то что когда играю страйкбол когда катаясь на велосипеде принципе одинаково в обычных очках для защитных у них неплохо видно например что-то надо сфотографировать что-то надо мелко рассмотреть это очень неудобно приходится снимать очки одевать вот эти эти когда падают или эти когда падают когда что-то перекладываешь это очень неудобно и поэтому давно у меня была такая мечта соединить это дело на боли я играл все так вот с этими очками штилевские очки одевал сначала вот эти и потом вот эти так это дело выглядело ну вид конечно стремновато мне хотелось как бы нормально чтобы у вид ну для страйкбола нормально но на велосипеде так не поездишь я хотел универсальные такие очки поэтому я в интернете посмотрел и нашел очки ESS подделка под ESS под оригиналы вот такая вот коробочка пришла ну не давно они уже пришли я в них уже ездил три линзы здесь черная желтая и прозрачная есть еще сборочка где полярики лежат фотохром не помню по моему не было фотохрома чисто поляризационные стекла лежали заказал очки и там была вот такая вот вставочка для диоприи который можно вставить сюда или туда диоприи и нормально вид кстати тоже не особо мне нравится они толстые маленькие какие-то ну как бы вот так это дело выглядит тоже стремновато и я чего хотел сделать я естественно мне надо было стекла сюда эти очки не жалко было резать стекла и я думаю дай-ка поищу еще в этом самом налике очки которые подешевле нашел вот такие вот очки они железные они вот такие вот складные вот так это все дело складывается вот все сильнее еще складывается и они помещаются в такую коробочку вот такая коробочка в общем пришли мне эти очки они стоили 300 с чем-то и они мне понравились больше чем вот эти за 600 у них намного удобнее скорее всего вот эта точка зрачки-то у всех по-разному расположены и вот эта точка мне более ну а зрачков от зрачка до зрачка она мне более как бы это самое прямо подходит для меня чем вот эти эти может чуть чуть подальше или поближе сделаны не особо подходит и мне кажется вот эти очки они больше лежат ближе глазам вот из-за этого мне в них удобнее и эта кривая штучка и эти можно также согнуть а еще еще главное это самое я заказал все-таки такие еще стекла плюс 3 попробовать потому что у меня плюс 3 когда близко то надо смотреть я вот заказал еще такие же очки но плюс 3 и мне мне было вообще не комфортно потому что вот в это расстояние в коротенькое сколько там если взять реальные очки то это где-то ну два сантиметра да где-то так вот ходит то есть в эти два сантиметра входило от нуля до плюс 3 и там буквально вот чуть-чуть голову приподнял чуть опустил надо прям точно точно подбирать вот это значение чтобы было фокусе а в этих плюс 2 на более как бы раздвинуто и больше вот эти расстояния идут и можно проще просто у них поэтому я взял эти 0 3 плюс 3 верней и распилил и вставил сюда и у меня ни хрена не получилось естественно потому что надо подобрать еще вот эту нулевую точку чтоб попала на зрение это в зрачки и она мне не попала и в общем запчасти уже не нужна теперь самое то главное эти тачки то мне есть которые я в общем решил из них сделать вставить вернее вытащил и вот эту штучку вот эту диопру я вытащил отсюда и попытался вставить за место них и у меня это получилось удачно получилось вот так это дело выглядит и они еще гнутся их можно просто в очки вставить так вот так вот это дело выглядит сейчас здесь вот такой стоит язычок здесь вот он там понизу крепится снизу вот там вот я это все дело сточил этот выбросил вот здесь краешь края вот эти края тоже ножиком подточил потому что потому что здесь как бы она такой изгиб идет вот так вот и дело все это сточил и они мне стали и стали они мне получается вот так вот глубоко я их загнал туда вот подточил еще вот это место напильником выбрал потому что там как бы такой изгиб идет и вот так вот ставил вот так она мне стоит сейчас потом это я заклею клеем горячим клеем заклею залью и вот такие вот меня очки получились так ну и про эти очки рассказать в этом в бумажке я нам даю выбросил скорее всего написано в них не играть в пинбол и страйкбол ну в пинбол ясно но страйкбол что-то я сомневаюсь вот так просто написали потому что стекло толщиной здесь это вообще во-первых поликарбонат и как бы стекло ну миллиметра миллиметр миллиметровые стекла конечно оригинальные читал обзоры про них видео смотрел они выдерживают выстрел из дробовика дроби номер пять манекен стоял эти все они прям таких в углублениях были очки правда там от лица ничего не осталось не знаю чем это поможет потерпевшему кто выстрелит лицо из дроби ну оригинально они стоят больше 4000 причем с одними стеклами просто просто одно стекло и очки мне такой крепости конечно не надо там они защищают они дроби должны защищать от всяких осколков всякого такого но мне чего мне только для страйкбола и от ветра на велосипеде так вот эти дужки они выдвигаются тоже как у оригиналов но так как-то они не знаю оригинальный один не держал в руках ну тут легко ну фиксация есть конечно чуть-чуть вот так потом вот эти штучки в оригиналах они гнутся но эти я что-то боюсь гнуть они прямые просто идут да вот эти штуки они идут прямые в оригиналов они можно сгибать их тут мы сгибать их не будем потому что 4 очку сгибать вот так вот это дело вставляется и вот так это дело выглядит во-первых они больше чем вот эти вот и тоньше и сейчас как бы нормально в этих очках мне играть будет еще плюс этих очков для страйкбола именно потому что здесь прям вот сплошмя входит палец и здесь тоже входит и здесь входит то есть вентиляция будет отлично я ездил в них на велосипеде зимой холодно было ну неудобно ветер задувает прям очень сильно задувает зрачки и прям некомфортно вот в этих у меня лучше ездить на велосипеде тут зазоров практически нет вообще чуть-чуть даже палец тут вообще примыкает к щекам стекла здесь и здесь тоже вот эти ездить вообще ничего не задувает вообще комфортно но страйкбол играть нельзя ну как можно но потеет если держишь остановился все начинает потеть эти конечно большой плюс так они еще мог спадают они легко становятся тут то он идет как бы такие закругление они прижимаются и они вообще не спадают здесь идет веревочка такая веревочка которая одевается сюда и держится вообще отлично я уже пробовал шикарно вот так это дело выглядит у меня тут еще кепочка есть вот то есть эту щель сверху можно прикрыть козырьком чтоб ничего не залетело туда и вот это так дело выглядит так в общем что еще рассказать для кучи про страйкбольную тему вот у меня кепка такая здесь я приделал вентилятор здесь такой козырек идет и по бокам две тоже два таких защитные штучки сзади у меня коробочка для батарейки вернее не батарейка а аккумулятор 3,7 вольта пальчиковый и стоит здесь плата повышения питания такая вот здесь вот на синей штучке вот желтенькая крутилочка вот ей крутить и можно регулировать вольтаж это пластиковая штучка чтобы не повредить если кто-то выстрелит в затылок то есть такие товарищи кто-то любит стрелять в затылок хотя противник там человек сидит к нему спиной и он стреляет ему в спину вообще не понимаю явно видно что это союзник но есть такие люди в общем этот вентилятор у меня стоит поставил переделал я на выдув я сначала сделал на вдув ну прям задувало глаза прям чувствовалось холодило так это было печально кончится я сделал на выдув и оно мне выдувается кверху этот косарек защитный ну это от дождя от грязи от всякой чтоб пыль туда не попала чтоб не заклинило вентилятор там вот у меня есть вентилятор это 4х4 вентилятор компьютерный на 12 вольт и еще сеточку так приклеил москитную ну чтобы ничего не попало на всякий случай и когда я ее одеваю с этими очками и с любыми другими без разницы так смотри там на камеру чтоб меня было видно вот так вот сейчас да вот и вот так это дело выглядит очень они не сильно выручают особенно когда бежишь бежишь вдруг кого-то заметил сел в кусты в засаду так сказать и начинает покрывать пленочкой или это самое тумана включаешь вентилятор и пошел обдув вот эта штука козырек она как бы ложится на очки и идет выдув из-под очков чтобы если без них чтобы ничего не засасывало лишнего здесь ну и по бокам вот эти штучки которые стоят тоже как бы дают будет больше такой шанс засосать воздух из-под очков отличная вещь вообще рекомендую это я еще с пинбола сделал переделал у меня в пинбольной маске была вообще никогда не потела пинбольная маска поэтому переделал еще и для стрекбола сделал такую конструкцию гудит практически не слышно этим повышателем напряжения я сделал обороты 6 вольт поднял и вот оборот или больше 7 вольт не помню сейчас это точно сколько батарейка выглядит такая батареечка на 3,7 вольта хватает на всю игру одной даже на 2 хватило бы я просто ни разу не пользовался так чтобы включать на постоянку так вот поближе сниму чтобы на эту камеру она получше вот так вот козырек вот он который я говорил засасывает из-под очков ложится на это краем и вот эти две боковинки так вот и сбоку вот так это выглядит если закрыть сильно то очень теряется прямо выйду в воздух и намного теряется поэтому так сделал ну ветки чтобы там капли с веток всякая сетка на всякий случай такая сетка я ее проклеил еще так вот ну здесь подключатель сбоку такой малюсенький ну и лоб защищает вот сколько а то у меня в лоб часто прилетает да Саня снайпер блин только выглянул посмотреть где он на блин прилетело так ну в общем вот такое вот видео научно так сказать познавательное в первую очередь для страйкбола это нужно ну и вообще я про эти очки рассказал многофокальные кому-то может быть еще подойдут кто-то захочет купить ссылки я кстати оставлю вот на эти пластиковые наверное вот на эти железные которые сгибаются хотя там дофига можно самому найти ничего сложного ну и на эти ESS которые подделка оригинал китайский корпус конечно он такой жесткий хороший но кстати твердость к царапинам она не плохая в общем они мне где-то полежали буквально чуть-чуть там в какой-то сумке велосипедной там с чем-то потерлись и он уже не знаю тут я нам не покажу ну а будет я вот не вижу как лучше короче чуть-чуть потертости все-таки пошли то есть к царапинам она не очень легко можно поцарапать в отличии от оригиналов даже вот эти очки блин их помучаешь еще поцарапать вон у меня когда я одевал их вот так вот и тут вот царапинки идут такие от них ну тут они такие царапинки они как будто прозрачные то есть там она сопротивлялась долго а тут буквально чуть-чуть и такое белое белым покрыто вот такие вот очки такое вот видео но эти очки для велосипеда конечно хорошо вообще хотя не знаю посмотрю может летом будет в жару нормально в них если будут обдувать теплым воздухом но зимой как бы вообще некомфортно было ехать прям глаза задувало пришлось часто моргать даже закрывать даже хотелось их просто снять без них было лучше ехать именно за обдува поэтому скорее всего это только для страйкбола пойдет печально а это будет на велосипед но там я вблизи опять ничего не увижу бывает в поездке что-то надо снять сфотографировать на стройках полазить камера или вот этой камере или просто телефона фотоаппарата а без очков очень печально сейчас сижу блин в размытии все в размытии гауссах так ну все буду заканчивать видео всем пока всем удачи кстати они гнутся так хорошо всем здоровья и отличного зрения так забыл сказать то про эти очки что я с ними сделал я от них открутил вот эти дужки и вот эти вот наносники которые пластиковые здесь стояли и все и ничего с ними не делал и сейчас я их вклею туда горячим клеем и потом можно вытащить опять прикрутить эти дужки и как бы с ними ничего не испортил короче их можно использовать и так и можно вставить сюда а можно заказать еще одни такие и эти вставить туда и пусть стоят вот эти штуки не мешают вот эти вот так они у меня с ними и стоят вот так вот они стоят ничего не мешается здесь они упираются даже как бы вот в эти штуки чуть-чуть и и и Субтитры сделал DimaTorzok